Страна, Украина, разговор Зеленского и Путина В чем не совпадают версии Банкова и Кремля Страна.УА, Украина 15 февраля 2020 года Сегодня, 14 февраля, Владимир Зеленский и Владимир Путин вновь поговорили по телефону По мотивам таких бесед пресс-службы лидеров, как правило, выпускают новость-отчет, о чем, по их версии, был разговор На этот раз сообщения Банкова и Кремля отличаются разительно По версии Офиса президента Украины речь шла о новой встрече нормандской четверки обмене пленными и активизации трехсторонней контактной группы в Минске По версии пресс-службы Кремля, Путин прямо поставил вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские соглашения Акцентировал внимание на недопустимости искажений исторической правды о победе во Второй мировой войне и выразил соболезнование из-за ДТП в Псковской области, в котором погибли 8 украинцев Для сравнения страна приводит заявление пресс-служб дословно Офис президента Украины опубликовал свой релиз на сайте в 14.49 Он имеет такое содержание Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже А также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан Которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей Москва разместила новость на сайте Путина в 16.50 по киевскому времени, то есть спустя два часа Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по инициативе украинской стороны состоялся Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским Обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации Минского комплекса меры решений, принятых на саммитах в нормандском формате В том числе в Париже 9 декабря 2019 года В связи с известными высказываниями представители украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос Намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности? Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня Дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения работ по разминированию Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР В разгром нацистской Германии указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области Таким образом, очевидны существенные различия в двух версиях Во-первых, российская версия разговора содержит необычно жесткие для официально протокольных сообщения формулировки типа «Прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности» В данном случае речь идет о неоднократно озвученных представителями украинской власти заявлений о том, что нынешний вид минских соглашений их не устраивает и они прилагают их переписать, чтобы Украина получила контроль над границей до выборов и по другим пунктам Во-вторых, в российской версии, в отличие от украинской нет упоминания о подготовке следующей встречи нормандской четверки, а также об обмене заключенными В-третьих, у Путина сказали по поводу искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны По эту формулировку, с российской точки зрения, подпадают, например, заявления самого Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и Холокоста В-четвертых, в сообщении Офиса Президента неупомянутое соболезнование, которое выразил Путин в связи с гибелью граждан Украины в ДТП в Псковской области Ранее на этой неделе вышло большое интервью Владимира Зеленского В нем он в том числе рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным и высказал мнение о возможности возвращения отношений с Россией на довоенный уровень Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ